Продолжение следует... Расскажите, я вот, например, ее в одни читала, честно говоря. Значит, это книга немецкого журналиста Тимура Вермеша, который написал такую... Ну, в общем, это чистой водой сафира. Он написал книгу о том, что было бы, если бы сегодня вдруг на свет явился Витлер. Ну, страшная тема, все сразу делают вот так и правильно делают. Сейчас обратил внимание, что здесь... Собственно, это такой... Сразу, чтобы все было понятно. И начинается с того, что на двум-то заботом Богу-бустыре в Берлине, на окраине Берлина, вдруг какой-то всякий человек отряхивается, стоит на ноги. И мы, в общем, практически сразу понимаем, что это... Что это Адольф Витлер. И... Он движется в центр города, находит какой-то газетный варек. И все его принимают за актера, естественно. Потому что он одет в свою форму. Все принимают его за актера. И так, понимаете, вокруг него начинается вот эта такая жизнь массового телевизионного шоуа. Его принимают туда, его, понимаете, сюда, его обхаживают телевидение, радио. И незаметно он становится опять частью, важной частью этого общества, хотя это шоу-бизнес. И, собственно, в книге нет абсолютно никаких рецептов, никаких... Вы, политики, никакого... Там есть вопрос, а, собственно, как мы распознаем зло. В какой момент мы начинаем реагировать на то, кто рядом с нами, что он говорит, и почему нужно реагировать на какие-то разумы, на какие-то слова. Книжка вызвала какой-то бешеный интерес у всех. Именно потому, что мы живем в мире, когда вдруг там, или в одной стране, в другой стране, в этом обществе, в том обществе, вдруг выстреливают опять какие-то ростки настоящего, беспримечного зла, которые нужно сразу распознать и которые мы не всегда распознаем. Вот, собственно, книга об этом, хотя написана она в легкой, очень смешной, остроумной манере, и, в общем, там какие-то серьезные вопросы так или иначе не ставятся, не формулируются, то есть должен сам это оттуда вынуть. Конечно, оформление оригинальное. Значит, давайте тогда прямо с самой-самой последней, любимой мой писатель. Потому что действительно важная книжка и важный автор. Только то, что совсем, по-моему, вчера-позавчера в магазине появился новый роман Майкла Каннингера. У нас это такая уже авторская серия. Это наш автор еще с иностранки, который ушел за нами в корпус. Один из, это, кстати, даже болезненный момент, потому что кто-то остался в иностранке, кто-то все-таки последовал за редактором. Вот Майкл из Вячеслава... Давайте напомним его книгу, потому что явно кто-то читал Каннингер. Вернуться к самому началу. Каннингер начался для российского читателя романом «Дом на краю света», который был внеземный. Потом был роман «Часы». Наверное, знаете по фильму знаменитому, потрясающему. И, в общем, каждый его роман выходил у нас в прекрасных переводах. Действительно, вот поверьте, это были какие-то такие специальные события в мире переводной литературы. И сейчас вышел роман «Снежная королева». Майкл Каннингем, он очень Каннингемовский по стилю, по атмосфере, по обстоятельствам. Очень лиричный, какой-то невероятно лиричный. И в нем важно, что один из таких персонажей, постоянно, как у него часто бывает, выступает в городе Нью-Йорк. Он с такой какой-то любовью и точностью описывает город, что он становится просто частью не просто повествования, а вот, собственно, такой атмосферы книги. А речь там идет о двух братьях, которые живут в этом городе, в таком очень богемном районе. У одного есть любимая невеста, которая никак не может описать свадебную песню, а невеста при этом, в общем, мы понимаем, что она умирает и что она умрет. Какая-то книга, это ясно с самого начала, она очень больна, но при этом с ними тоже происходит какие-то очень большие периоды ремиссий, в которых с ними происходят всякие счастливые события. Ну, то есть, как всегда, у Каннингем счастливые события. Сема Каннингем, выстаивание в трудности. В общем, это такая история, которая не имеет ни конца, ни начала. Вот она как-то начинается внезапно и заканчивается. Мы понимаем, что там еще много чего происходит, и нам как-то нравится додумать самим, что потом будет. Варвара Горностаева продолжает рассказ про книги издательства «Корпус». Возвращаясь к переводу к тексту, это, на самом деле, очень важно. Значит, традиционно Россия считается страной с великой школой переводов. Действительно, у нас была знаменитая школа перевода, русского перевода. Но время идет, и в какой-то момент, как мы поняли, что те, кто ее, эту школу составлял, и те, кто работал, те, кто уже давно нет в живых, кто-то, слава богу, жив. Все стали жаловаться друг другу, что переводчиков нет, что перевод на ужасном состоянии, что школы, именно школы, где учат, тоже нет. Есть таких семинаров, их очень мало. И, в общем, на сегодняшний день перевод находится в каком-то ужасном состоянии. Это, как оказалось, это неправда, потому что не бывает ничего, что умирает совсем и не продолжает жить. Но все-таки они кого-то учили, наши великие переводчики. Ну, в какой-то момент перестали, потому что там складываются обстоятельства. В общем, почему я веду? В Московском университете на филологическом факультете уже довольно давно работает семинар, которые ведут Александр Борисенко и Виктор Сонькин. Виктор Сонькин уже, я думаю, что очень многие из вас знают по книге «Здесь был Рим», которая в прошлый год получила премию просветителя. Он филолог, переводчик, викторик, он такой тоже человек оркестра. Я бы даже еще добавила, что вот у нас есть такой проект итальянский, и его курирует посольство Италии. И вот мы открывали его, ну, значит, это бесплатные занятия с носителями языка, на воздвиженки идут. И вот последний раз как раз они это посольство Италии взяло для своего сайта по Риму специально эту книгу как основополагающую, не свою итальянскую, а книгу Виктора Сонькина. Да, кстати, я вам очень советую, если вдруг вы отправитесь в Рим, действительно, прочитайте эту книжку, а лучше возьмите ее с собой, потому что это такой путеводитель, который можно читать «Сиди в кресле», а можно брать с собой, просто и направляясь в какое-то место, сначала справляться, куда вы идете. Так вот, значит, этот семинар с Александром Борисенко и Виктором Сонькином вырастил и растит, и продолжает растить много прекрасных, молодых, совсем молодых переводчиков. Вообще, это совершенно фантастическая история, до какой степени эти люди образованы, сколько они знают, как они умеют почувствовать сегодняшнюю жизнь и языком русским ее изложить, даже если эта жизнь происходит в совершенно другой стране. это переводчик, в основном они занимаются английской литературой, да, можно заниматься английской литературой, но туда приходят очень многие, и знающие другой язык, просто послушать и понять, как это все происходит. Так вот, значит, результатом работы этого семинара фантастического они не просто учатся, они делают книги, и мы с ними сотрудничаем уже очень много лет, уже начали еще в иностранке, где вышел для любителей детектива, я думаю, тоже знакомый том, он назывался не только Холмс, где была собрана антология британского детектива еще вот того, викторианской эпохи. Да, у нас они сделали том следующий, который назывался только не дворецкий, это уже золотой век детектива вокруг круга Агата Кристи. Сейчас они делают том американского детектива, а между этим всем они еще принялись за замечательную британскую, ну, так принято уже ее считать детективную писательницу, Дороти и Сейерс. На самом деле это фантастическая... Вот сейчас обращаю внимание как раз те, кто пришел детектив хороший купить, так что подходите, сейчас мы будем говорить об этом. Это совершенно замечательная писательница, которая у нас как-то не... Вот она совершенно незаслуженно лежит в стороне, потому что, ну, понятно, что Агата Кристи, главная представительница британского детектива, на самом деле жизнь ее на русском языке была всегда довольно тяжелой, потому что писательскую власть ее не переводили, как религиозного писателя, она была запрещена переводом, хотя плевочки они и знали, ее читали. Потом, уже после перестройки, ее стали, наоборот, издавать ужасно как-то беспорядочно и с разным качеством перевода, и это было как-то очень искрыжливо. Ее действительно издали в огромном количестве, и в каком-то смысле этим погубили, потому что книги не были сделаны на должном уровне. Так вот, семинар Александра Борисенко и Виктора Сонькина взялся сделать совсем небольшую серию, выделив из всего ее наследия такую линию, когда самый главный ее, собственно, персонаж знаменитый, это лорд Питер Уинзи, такой аристократ, английский с моноклимом в глазу, замечательно остроумный, симпатичнейший, невероятно обаятельный, тих, который расследует преступление. В какой-то момент он влюбляется в девушку, которую же он сам и спас от именуемой казни, потому что он выяснил, кто на самом деле убил человека, как единство приписывал к ней. Так вот, это серия из четырех книг, это третья, скажем, забегая вперед, она называется «Возвращение в Оксфорд», где Лорд Питер Уинзи и Гарри Фейн вместе расследуют преступления. И вся их... Ну, эти книги можно совершенно в любом порядке, они не связаны с сюжетом. Нет, нет, нет. Вот там «Элизабет Джордж» это можно читать в разновой. Ну, там одни и те же герои. И книга, знаете, вот, я даже не знаю, как это вам рассказать. Коротко, она до такой степени сделана точно, не просто проверено каждое имя, не просто каждое название звучит точно для русского уха, но прочитайте обязательно, если вы купите эту книжку, прочитайте обязательно вступление, которое написано Александром Борисенко. Оно называется «Женщины в Оксфорде». Оно, собственно, про то, как... Про женский колледж в Оксфорде, а как мы знаем, женские колледжи были разрешены в Оксфорде только уже после окончания Первой мировой войны, когда женщины, как-то, за свои права, побоевав и немножко там побыв медсестрами на войне, к ним уже как-то иначе относились. Так вот, этот первый, один из первых женских колледжей в Оксфорде, и там происходят непонятные преступления. И там невероятно интересная вот эта история, собственно, женского движения, и женщин, английских женщин в начале века, это фантастически совершенно... Ну, вообще, вот, я бы сказала так, что «Дора Тесеерс» будет тем интересной, если вот детектив, потому что в детективах, внутри детективных, у детективных поклонников тоже есть свои приоритеты и вкусы, то это, конечно, скорее можно рекомендовать любителям Агаты Кристина и Амарш, вот такой традиционный. У нее, естественно, вот как Варвара говорила, «Дора Тесеерс» абсолютно свое лицо, но это такое спокойное детективное повествование. Не ждите там, что будет, как у... не сбьет, а какие-то кровавые разборки, этого ничего нет. Это спокойный, чисто английский детектив. Вот поэтому, да, если вы сейчас ищете именно такую литературу на субботу-воскресенье, вот это как раз «Дора Тесеерс» вам поможет отвлечься немножко от такой нашей погоды и от тяжелого настроения. Мы издаем не только художественную литературу, мы все больше и больше занимаемся литературой не художественной, которая называется литературой нон-фикшн, разной, и биографиями, и научно-кулярной литературой. У нас очень много уходит научно-кулярных книг, и историческими книгами. Я хочу вот сейчас сказать вам про одну из своих самых любимых книг. Действительно, я как-то ее почитала в свое время с таким неисчезающим до конца книги восторгом. Она называется «Заяц с янтарными глазами. Скрытое наследие». Написал ее англичанин, которого, тем не менее, зовут по-голландски Эдмунд Девайль, потому что у него среди предков были голландцы тоже. И рассказывает он о своей семье. В каком-то смысле это такой подстрочник только про весь мир. Это знаменитейшая семья Эфруси, которая в середине XIX века двинулась из Одессы в Европу. Это были крупнейшие русские банкиры. Они торговали из Верном. Это богатейшее семейство, образованное еврейское семейство, которое отправилось завоевывать вверх. И в середине XIX века они двинулись, они обосновались в Париже, Вене, потом кто-то из них парковал в Токио. В общем, это такая, я бы сказала, что это история, мировая история, на которую Эдмунд Девайль смотрел глазами своей семьи. Это невероятно, какая-то пронзительная книга вообще об истории человеческой в последних двухсот лет, потому что семья прошла через невероятные взлеты и страшные какие-то катастрофы времен уже Второй мировой войны, поскольку, понятно, что когда в Париж вошли немцы, понятно, что происходило с еврейскими семьями. Они, немцы, кстати, поселились ровно, они сделали свою штаб-квартиру в знаменитом дворце Экруссе. Почему, собственно, она называется «Заяц с элитарными глазами»? Что такое этот заяц? Это японская Нецки из большой коллекции Нецки, потому что они были, помимо всего прочего, еще и коллекционерами, меценатами. Кто-то был искусствоведом знаменитым и, собственно, французские импрессионисты, Экрусс – это вот эта вот компания, в которой в какой-то момент очень много посвящено времени книжке. И была такая коллекция Нецки, которую собирал один из представителей этой семьи. И в ней было что-то такое 264 фигурки. Вот одна из самых поразительных историй состоит в том, что когда во время оккупации Парижа, поэтому дворцы поселились немцы, выгонав кого-то, кто-то открался в лагерь, кого-то расстреляли из этой семьи. У них на службе осталась гормышная, которая служила в этом семействе. И она каждый день уносила в кармане своего халата одну из этих фигурок. И таким образом, из места, где это все хранилось, в сундуках это все было спарено, и она всю эту коллекцию перенесла к себе в коморку и спрятала у себя там под матрасом. И когда война закончилась, и вернулись выжившие представители этой семьи, в частности, дочь хозяев этого дворца, она ей отдала всю эту коллекцию. Просто всю до последней фигурки. И книга вся состоит из таких невероятных совершенно историй, очень каких-то человеческих. Ну вот я ее вам горячо рекомендую, за эти сентарные глазами. Это какое-то невероятное чтение. Вот я просто вам обещаю огромное удовольствие и не дополнительных знаний, о которых у вас не было. Это очень важная книжка. Меня заинтересовал Ричард Бернстайн «Восток, запад и секс. История о соопасных связи». Очень красивая изданная книга. Расскажите нам мне про нее. Да, дело в том, что упоминавшийся уже не один раз Григорий Юртишвили и Борис Аркунин, с которым мы до сих пор дружим, он иногда мне с Ленди говорит, знаешь, я пришла такую книжку замечательную, хорошо к себе ее издать. И вот несколько раз действительно я следовала за это замечательно. Вот это одна из таких книг. Он, конечно, прочитал ее по-английски, понятно. И мы довольно быстро ее после этого издали. Она называется действительно «Восток, запад и секс». Это, в сущности, история. Написана она журналистом, который вырос, родился и вырос в Азии. То есть он знает обе культуры. И европейскую культуру, и очень хорошо знает азиатскую культуру Восток. Он как-то много времени этому посвятил. Он рассказывает, в общем, о довольно известных вещах, почему европейцы едут в Азию за этими удовольствиями, потому что это большая длинная история. Потому что отношение к сексуальности и к сексу вообще в Европе было совершенно иным, чем в Азии. И то, что в Европе считалось распущенностью, грехом и чем-то запретным, в Азии, наоборот, воспочиталось как-то вполне нормальным, обычным нормальным европейским. Поэтому западные путешественники как-то стремились туда и получали там... Продолжают стремиться в Азии. Да, поступить секс с туризмом устроен... Знаешь, люди едут в Таиланд, они едут ненадолго, точно знаю, куда они едут, выяснив заранее, почему, что и как. Но к книжке, собственно, нет совершенно никакого скандального момента. Это история, еще раз, это история довольно глубокая, при этом очень веселая, остроумная и с миллионами каких-то баек и рассказов. Я вам очень ее рекомендую. И тоже как-то она прибавляет к знаниям что-то еще. И написано очень легко и славно. Так вот, да, сразу перехожу. У нас как-то сегодня... Может быть, все-таки кто-то что-то хочет узнать про техники, о которой мы говорим, или какой-то вопрос. Пожалуйста, ради Бога. Давайте. Вы не скажете пару слов про перевод названия? Я посмотрела, например, перевод названия «Возвращение в Оксфорд», и там нет прямого перевода реальных английских названий. Почему так делается? В чем обоснование? Как придумывается русское название? Да, действительно, у этой книги оригинальное название «Годинать». У нее там несколько значений. «Годинать» называется «Вечер собранием в Оксфорд» традиционная, ежегодная. «Годинать» и «Вленового». Да, в результате она так и есть. И очень долго думали переводчики, вот, собственно, знаменитый семинар Александра Борисенко. А эту книгу, кстати, я не сказала, это очень важно. Эту книгу переводила сама Александра Борисенко. Замечательная переводчица и вообще такой культур-трейгер сегодняшний. Она сама это делала, она сама все откомментировала, сама написала предисловие. Я не ламали голову очень долго над тем, как назвать книжку. В результате остановились на возвращении Оксфорд именно потому, что это отчасти сразу дает какой-то… Ну да, Оксфорд есть у вас, понятно, да. Возвращение в Брайске, это как-то, почему-то показалось, что это уместно. Бывают непереводимые названия? Действительно, иногда очень трудно очевидное английское название, которое там всем понятно, и понятно, о чем оно, и аллюзии понятны, и смысл планеты. Невозможно перевести на русский так, чтобы это звучало так же. Приходится придумать что-то еще. Что такое замечательное это, с Агатой Кристи? Да, перекладывается, с Агатой Кристи. Значит, это книга, в которой нет ни единого убийства, и даже и преступлений никаких нету, и вообще все мирно и прекрасно. Это книга о том, как совсем молодая, бедная, никому неизвестная Агатой Кристи отправилась со своим мужем Арчибальдом в кругосветное путешествие. Они действительно были, жили совсем-совсем бедно, в общем, но ринулись как-то в это путешествие, в это приключение, потому что вообще у этой книги не видно, что они очень бедно жили, вели весьма светскую жизнь. Да, но тем не менее, как-то у нас теперь разные представления. Другие представления, вернее, о том, что было тогда. Они, по-моему, месяцев то ли восемь, то ли десять отсутствовали. Она писала домой невероятные письма, и книгу составлял ее внук Мэти Притчер, который включил в книжку выдержки из ее автобиографии письма и фотографии, которые она делала сама. Она вообще не упускала из рук фотоаппарата. Все, что есть в этой книге, это все фотографии Агатой Кристи. И она оставила, он пишет в предисловии, что она оставила два больших альбома. фотографии, из которых он выбрал самые лучшие. Она фотографировала все, что она видела. Причем, как человек талантливый, она была талантлива и в этом. Она видела, как-то она своим фотоглазом самое-самое интересное, умудрилась найти и запечатлеть. Книга ужасно симпатичная. Вот, поверьте, если вы любите, даже если вы не являетесь таким страстным поклонникам Мэггаби Кристи, то все равно я вам ее очень рекомендую, потому что там есть такая атмосфера этого... Да, да, да. До военного мира этой британской империи огромная. Я говорю, что тем, кто любит сериал «Аббатство Даунтон», потому что это об этой жизни, вот еще до того, как, значит, начинает рушиться этот мир, этот прекрасный мир, старый, безопасный, и, собственно говоря, это их путешествия. Многое потом, конечно, мы какие-то находим отголоски, ведь много потом Агата писала в своих замечательных романах про путешествия, и где там только и на Ниле убийство, и в Месопадаме, и так далее, но больше это про путешествия уже со вторым мужем. А этот муж, между прочим, тот самый, хотя здесь очень много любви их еще, который потом ее бросил, и, собственно говоря, тот трагический перелом в жизни, когда она на какое-то время потеряла память, а потом вернулась к ней, уже стала другим человеком и знакомой нам великой писательницей, вот это как раз до, период до того. Да, это вот для любителей, для ощущения старой Англии и образа жизни того. Ну и давайте теперь переберемся в нас, наше русское отделение портфеля, потому что мы все больше и больше освещаем этому времени сил и любви. И я должна сказать, что мы, в общем, довольно мало сочетаем российские прозы, только какие-то... А вот это что ж мы так пропустили? Это русская. А я и говорю, нет, ну может мы с нее начнем все-таки. Ну давайте, хорошо. Мне кажется, как-то я обиделась за Гумилевым. Нет, 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 просто есть там действительно книжка, в которой я сначала взяла в руки, она невероятно важная, не только по литературным причинам, поэтому я расскажу вам обязательно. Да, это биография Николая Гумилева, она называется «Зодчи», «Жизнь Николая Гумилева», ее написал петербургский литератур-овек «Валерий Шубинский». Это огромная, очень подробная, очень серьезная биография Николая Гумилева. Ну, собственно, много про него знаю, но Валерий Шубинский посмотрел на эту фигуру как-то еще. Он собрал все, он собрал и круг Гумилева, и его личную жизнь. И там очень много литературных обстоятельств и литературных подробностей, которые не были известны до сих пор. Здесь есть иллюстрации замечательные и по тексту, и такая цветная плаца с цветными картинками. Ну, что вам сказать? Это одна из главных книг сезона нашего. Конечно, это... Забегая вперед, я скажу, что скоро, наверное, весной, мы выпустим его же биографию Даниила Хармса. Ну, вот в таком объеме, я вообще не помню, что у нас биография Николая Гумилева, которая выходила, я не знаю, может, если только мелкие какие-то были книги, такие небольшого формата, и вот такая подробная, и очень хорошо книга читается, потрясающе написана. И я бы сказала, вот если говорить о ее предназначении, ну, можно, конечно, и для себя любимого, если вы любите поэзию, ну, еще и великолепный подарок для... Да, это правда. Ну, вот не знаю, тому, кто действительно любит русскую литературу, потому что сто процентов ничего подобного не было, и биография Николая Гумилева, она первая, и любому человеку, и вашему другу, и учителю литературы, все это вот как раз еще прекрасный подарок. Сегодня у Вадима Ивановича есть в нашей жизни какие-то стороны, про которые... Ну, раньше было просто не принято про это говорить, говорить про это трудно, еще труднее писать об этом книге, и вообще такой традиции нет на русском языке. Ну, вот я много лет ездил на ярмарки, вижу, что огромное количество книг посвящено всяким человеческим несчастьям, болезням, каким-то врожденным бедам, вот в борьбе с раком. Люди пишут сами, пишут о том, что с ними происхожу. Те, кто прошел через какое-то невероятное испытание, как правило, те, кто еще и умеют про это сказать, как правило, считают нужным сообщить об этом другим. И уверяю вас, не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы поделиться этим опытом. В России как-то нет такой традиции. Мы предпочитаем как-то закрыться, и... Они же были, они же у нас и были. Была книга Ирины Ясиной. Я как раз о том и говорю, что сейчас появляется желание у людей помочь другим, пройдя самим через какие-то страшные вещи. Вот эта книга, ну, я не люблю слово уникальное, но это правда уникальная история, потому что она написана матерью, мальчик-аутист, аутизм, вообще совсем мало про это у нас говорится, хотя проблема огромная, и огромное количество детей аутистов есть в стране. Опять же, западная традиция, там есть такие книги, в Америке очень много хороших книг, какие-то из них тоже переводим сейчас и будем задавать. Ну, это первая история, написанная матерью, не просто матерью, она так получилась, что я знаю эту семью, фактически с детства, и мама этого мальчика, почти моя ровесца, она чуть старше, у нее это был второй ребенок, родился милейший, симпатичный ребенок, чрезвычайно какой-то обаятельный и расположенный к миру, и в какой-то момент она приняла, что с ним что-то не то, никто не мог сказать, что она это чувствовала, но какие-то были отклонения, и врачи говорили, ну ничего, сейчас как-то время пройдет, все станет на ноги, потом они сменили этот тон совершенно другой и говорили, что кто-то его объявляли шизофреником, кто-то говорил, что он это оправил, в общем, диагноз поставить никто не мог, много-много лет, пока она не оказалась, причем она из тех, да, один доктор сказал ей, послушайте, сдайте его как-то в специальное учреждение и живите своей жизнью, потому что вы все равно ничего не делаете. Вот наслушавшись всего этого, она все-таки, будучи по натуре человеком чрезвычайно деятельным, да, она еще биолог сама, поэтому она хорошо понимает то, что вообще, что вообще ей говорят врачи, она изучила огромное количество литературы, и западной, и то, что было написано здесь, в общем, она, мальчику сейчас 25 лет, жизнь невероятная совершенно, этой семьи, там еще и старшая девочка, она нашла способ сделать этого мальчика совершенно, ну, конечно, не полноценным членом общества, но человек, который, во-первых, знает, человек, который знает пять языков, они невероятно талантливые люди, это известно, что вообще внутри у них таится совершенно, совершенно особенный свой мир, который очень редко кто-то может увидеть, это надо вынуть, из человека, потому что он не говорит, этот человек не говорит, но при этом он читает на пяти языках, он пишет картины, он пробегает пять километров в день, при том, что он не мог ходить, он не мог ползать, он не мог держать ложку, не мог показать пальцем туда, куда он хотел, чтобы кто-то посмотрел, я рекомендую эту книжку не только тем, у кого есть действительно какие-то несчастья в собственной семье, эта книга про любовь, про надежду и про то, что мы способны сделать в собственной жизни, если у нас есть любовь, желание и силы, а силы приходят во время борьбы. Правда, почитайте, эта книжка, она очень важная, она первая такая книга, по-анно-русскому языке. Можно мне сказать? Да, конечно. Дело в том, что я Лизу знаю, моя племянница, двое, подруги, они вместе учились просто на биофайке, и я всю эту историю знаю. И первую крупную, я хочу сказать, что я действительно читательная, прекрасно написана. Можно вас попросить? Да, к сожалению, у нас по мировой статистике и 68 людей, детей, роденных, 1-й, поэтому вот это надо знать всем и надо знать, как с этим любить. Это была чудесная книга, и Лиза просто я тебя буду свершивать. Спасибо. Спасибо большое. А вот сейчас то, о чем еще не говорили, может быть, очень коротко. Ну вот прямо буду брать книгу, а мы будем очень коротко про нее говорить. Значит, «Очарованный остров», «Новые сказки об Италии». Тут я смотрю на обложки Владимир Сорокин, Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Сергей Гондлевский, Максим Амелин, Виктор Ерофеев, Андрея Ствацатуров, Герман Садулать, ну, в общем, такие первые, из первой десятки нашей современной литературы. Что такое эта книга? Да, очень коротко скажу. Эта книга придумана, задумана и даже отчасти реализована Ассоциацией премия Горького. Это такой фонд, который был создан не так давно Светлана Черномырдиной. Это культурные российско-итальянские связи. Они учили премию Горького. Которая вручается ежегодно на острове Капри. И эта книга в собственность придумала к столетию выходов сказок Италии Горького. Поскольку Капри был невероятно привлекательным местом для писателей многие годы. Не только для русских писателей, естественно, а для... Вообще такой очень загадочный остров. Ее составил, кстати, это важно понимать, ее составил знаменитый этой ленинской переводчик Геннадий Киселев. И он написал просто... Можете в магазине открыть и почитать его предисловие к этому сборнику. Оно невероятно поэтичное и очень красивое и очень такое приглашающее к чтению дальнейшего. Те авторы действительно им присталось поехать и написать все что угодно. Рассказ, почерк, эссе. То есть это глазами самых знаменитых современных писателей. А мы поехали на Капри, ну кроме Эдуарда Лимонова, у которого выезды стали, он на эту пору уже запрещен. Вот. Ну он совершил, он сказал, был у нас на презентации этой книги тоже и сказал, что он совершил виртуальные путешествия. А вот мне тоже заинтересовала самая крупная скандинавская сенсация со времен Стига Ларсена. Что такое Девочка-ворона? Что это у нас? Это действительно очередная скандинавская сенсация в буквальном смысле, потому что это по-моему самый крупный бестселлер последнего времени европейский. Это первая книга трилогии, которая называется Слабость Виктории Берман. Первая называется Девочка-ворона, вторая называется Голодное пламя и мы выпустим ее в декабре. То есть вышла первая часть? Да, это первый том. Причем важно понимать, что когда он заканчивается, вы в общем совсем не все понимаете, не все знаете. Вам нужно читать второй и в общем потом и третий. А потом, видимо, и третий, потому что я прежду второго. Ну, это такой выстроенный по всем причем очень хорошим законам скандинавского такого очень мрачного триллера. Детектива-триллера. Детектива-триллера психологического. Вот такой ну в общем-то это в каком-то смысле действительно похоже на Астега Ларсена, потому что это невероятно сильно держит в читателе. и сюжет быстро очень умело и довольно жестоко я бы сказала, но для любителей подобного чтения я думаю, что они найдут здесь достойную положение. Ну, безусловно, потому что сейчас я думаю, что и Стик Ларсен и убийства на сериалы датские, норвежские это целая группа людей, которые в общем-то любят целый мир с определенным ритмикой развития действия, с определенной степенью брака как идущего от такого традиции этих стран. Я только хотела сказать, что автор, которого зовут Эрик Аксул Сун, на самом деле два человека очень смешных, я с ним познакомилась только во Франкфурте, я даже не берусь выговорить, как каждого из них зовут, но вот из их имен составлено тоже довольно сложное имя Эрик Аксул Сун. Вот они здесь есть, если вы возьмете книжку в руки, вы увидите, очень симпатичные. Один из них работает учителем в тюрьме, и оба они рок-музыканты. Они, кстати, приезжали в Россию несколько лет назад с гастролями, доехали куда-то, даже до Владивостока, по-моему, со своей группой шведской, ужасно симпатичной товарищи. Так, вот расскажите нам про русский жестокий рассказ. Да, я помню, последняя книга, о которой мы не сказали. Русский жестокий романс. Мы, Корпус издает сейчас Владимир Сорокин, мы издали его роман «Телурию», и потихонечку начинаем переиздавать прежние его романы, потому что мы считаем, что он всегда должен быть на полках магазинов, будучи все-таки одним, едва ли не самым крупным российским писателем сегодня. Значит, в какой-то момент Владимир Сорокин позвонил мне и сказал, знаете, я придумала одну историю, почему он рассказал. Я придумала антологию русского жестокого рассказа, там 32 писателя, 32 рассказа, и это вот такой мой взгляд. И действительно, вот она так выглядит, там начинается все Николай Васильевичем Гоголем, заканчивается собственно Владимиром Сорокином. Ну, я смотрю, Леонид Андреев, Федор Сулагов, Гарданов, Зочин, Сонгис, Харс, Шаламов, просто... И вы вроде берете эту книгу в руки и понимаете, что вы все это читали, но потом очень быстро вы попадаете в какой-то... Зная каждый рассказ по отдельности, тем не менее, вот вся эта линия, вся эта история, которую выиграл Сорокин, выстраивается совершенно иначе. Это какой-то такой... Эта книга посвящена действительно жестокости, какому-то такому эрациональному чувству, которое есть люди. Все рассказывают очень разные стили, разные духи, тем не менее, вот это такая, получается, единая, единая история. Мы уже столько всего говорили, мы часто с тех приглашаем поближе посмотреть книги. Я вот начну с этих двух дам, двух книг, Карина Добротворская и Татьяна Москвиной, потому что книга Татьяна Москвиной это вот абсолютная новинка, она появилась только здесь, то есть несколько дней назад, и мы с нее начинаем... У нас достаточно много серий разных ремуарных, по просьбам, как-то вот стараемся книг так опировать, чтобы... В общем-то, это даже можно сказать, что это для читателя, потому что, когда вводишь новое имя, то как-то хочется иметь перед собой какой-то ориентир, грубо говоря, на что это похоже. Мы начинаем серию сейчас, которая называется «На последнем дыхании», как вы помните, название фильма Жанна Глуха Гадара, такого культового фильма, когда 50-60-х годов, и названо это так, потому что первая книга, вышедшая в этой серии, Карина Добротворская, так и называется «На последнем дыхании», ее герои – «Молодые люди, петербуржцы», история такого исчезливого и трагического романа «Ибрака». Это было все в начале 90-х, в середине 90-х годов, был такой замечательный критик Сергея Добротворского, кинокритик, культового фигура Петербурга, такая, да, и вот такая трагическая история их любви и расставания, и для них вот таких вот эстетической опоры, такой, что ли, в их жизни, был вот это, Жан Гагадара и его этот фильм. Почему «На последнем дыхании» не просто так же красиво называется, а потому что, и почему называется так серия, потому что, ну, это как-то книги, предполагается, написанной с такой, с последней истинностью, да, то есть это не имеется в виду, что это обязательно какие-то интимные тайны, как что-то такое жареное и так далее. Нет, просто когда перед читателем, просто как перед исповедником, какая-то такая достаточно стрессовая ситуация в жизни, или, может быть, не стрессовая, но оставшая там в юности, в молодости, какое-то очень яркое впечатление, и о ней, значит, да, вот идет рассказ об этой истории. Надо сказать, что вообще на западе книги такие очень принятые, это вообще такой принятый жанр, это, ну, скажем так, привычный достаточно жанр. У нас не очень, и эта книга, она вызвала такой огромный губик в Фейсбуке, за, против, насколько возможно вообще рассказывать вот так вот, насколько возможно книги вот так вот сами выражаться и рассказывать свою глубоко личную историю. Ну, тут я могу сказать одно, что тут важный момент, то, чтобы это было хорошо написано, что действительно за этим стояла личность автора, и чтобы это было не просто там какой-то такой вот гомункулс, а чтобы это было на фоне времени. Здесь время середины 90-х, которое, по сути, дело для нас, это уже история, вот для многих, по сути, молодых людей, это уже что-то такое вот совершенно вообще полузабытое. Светлана... Олес, подожди, я просто хотела сказать, наверное, надо нашим посетителям сейчас немножко рассказать все-таки два слова, сказать, кто такая Карина Добротворская, не все знают. Ну, да. Да, все-таки это очень необычная личность, она кандидат искусствоведения, критика, потом ушла от журнала, сейчас она, это очень непростая карьера, возглавляет весь издательский дом Конденаста, она генеральный директор, и вот человек в этом статусе написал очень откровенную книгу про свою любовь, про эти отношения, и, естественно, вот Петербург, эта книга просто всколыхнула, мы немножко своей жизнью живем в Москве, а там по-разному, от потрясающих отзывов, совершенно влюбленности в эту книгу, до полного неприятия. Но эта книга, конечно, заслуживает того, чтобы ее прочитать, потому что это действительно начало какого-то даже жанра, да, Лена? Ну, в общем-то, можно сказать, что да, потому что я вот закончила на том, что там в американской, допустим, элитристики это очень принятый жанр, мы знаем там такие же откровенные книги таких замечательных личностей актеров, там, Таян Киттон, там, я не знаю, Румешнайдер, там, немножко такое поколение называю, но тем не менее. И там вот эта вот степень откровенности, открытости, она никого не смущает. Здесь эта книга вызвала, да, такой немножко, вот скажем так, шум. Но самое главное, что она, я продолжу, она начинает серию таких книг, и следующая книга, которая, вот вы видите, она оформлена тоже так, более-менее похожа, да, это Татьяна Москвина, и это тоже Петербург, но вот такое же совпадение, да, но Татьяна Москвина вообще культовая фигура города Петербурга, она известный театровед, киновед, она прозаик, она ведет на канале культуры свою передачу «Умные разговоры с Татьяной Москвиной», там, и так далее, и так далее. Она пишет такие очень острые эссе, то есть вообще она может там поднять любую книгу до небес и точно так же ее опустить, но это, она пишет так аргументированно, что этому веришь. Эта книга, она немножко уже другая, это скорее, вот если опять же говорить по принципу, на что похоже, это с одной стороны, там, скажем так, детство Юрера, с Пастернака, с другой, может быть, портрет художника в юности, потому что она рассказывает, называется «Жизнь советской девушки» и такой странный подзаголовок, биороман. Почему биороман? Потому что детство, юность, где-то там до 27 лет, дальше свою историю она уже не рассказывает, можно как-то она потом расскажет потом, так она возраста, так, например, значит, где-то там за 50, юность ее облипала вот на 60-е, 70-е годы, и тоже, вот, когда говорят там воспоминания, мемуары, мы почти так не говорим о людях, которые, ну, скажем, наши родители, да, а тут выясняется тоже, что тоже вот там 70-е годы, это совершенно было такое время, что какие-то знаковые вещи нам уже непонятны, в том числе и такие интимные, как там, я не знаю, физическое там состояние девушки, ханжеский такой вот мир там и так далее. Эта книга не только об этом, она о семье, о семье, в которой бабушка, была заслуженный там разведчик, работала в госбезопасности и со всеми, так сказать, присущими ей качествами. Родители абсолютно типичные 60-ники, которые, значит, там играли в театре, там ездили на лыжах кататься, там пели бардовские песни и прочее, и девочка оказалась как бы вот так вот между всеми этими огнями совершенно ни при чем, то есть росла, росла так вот, как трава, но с таким уже изначально таким высоким интеллектом каким-то, да, уже просто, который там, буквально с ваших классов, и у нее такая феноменальная память, что она вот, мы сейчас говорили, вот недавно в зале кто-то спросил, есть ли литература о подростках, эта книга может быть для подростков, для их мам, там, для кого угодно, потому что эта книга и мемуарная, и она вот цепляет какие-то вот такие вот вещи важные, вот становление души, не побоюсь даже сказать, и физики тоже, потому что она называется вот таким образом. книга очень хорошо пошла, кстати, вот в продаже в Петербурге, я была там, она просто выставлена совершенно как культовая такая, это самое, книга, потому что ее действительно знают и очень любят эту писательницу, очень советую прочитать. Вот я сказала, что она для разного поколения, это для меня очень важно, потому что вот моя редакция, там четыре очень молодых человека, им всем до тридцати, они для меня такая лакмусовая бумажка, чтобы, не дай бог мне не ступить в такую воду, что я буду издавать книжки только для себя, которые интересны только, допустим, там вот нам, там Екатерине Леонидовне, там Наташи и так далее. Что-то так. Так вот они эту книгу просто полюбили, они с ней не расстаются. Вот так. Отлично. Ну и книга Татьяны Толстой, которая вот здесь у нас «Лёгкие миры», да, это книга, которая, первая книга через, новая абсолютно книга после 10 лет, вот можно сказать, молчание, потому что очень много издавали Татьяна Толстой, в основном старые книги. Мы начинаем таким образом новую серию, вот эта новая книга тоже имеет такой биографический какой-то, как бы, характер, то есть это проза, но тем не менее все замешано на истории семьи, в большей части, скажем так, на истории семьи, которая, как вы знаете, семья уникальная, это с одной стороны Алексей Николаевич Толстой, дедушка, с другой стороны Михаил Леонидович, дедушка, и, казалось бы, внешне вот как бы вот так вот все, все должно быть сочетательно благополучно, такая семья, но семья, которая прошла через все эти перипетии, в том числе и страшные наши, так сказать, страны, наши биографии нашей страны, и мы начинаем эту серию, уже вот-вот выходит следующая книга, которая называется «Невидимая дева», я потом могу даже показать, как выглядят переплеты, если у нас останется время, чтобы это у вас как-то зацепилось в глазах, принцип этой серии жесткий совершенно, что там будут в эти книги входить переиздания, но обязательно не менее там третья, хотя бы пятая часть этой книги это новые тексты, из которых потом будет строиться вот такая большая книга-биография. Ну, нашим читателям, конечно, можно сказать, что просто Татьяна Толстая проза и, конечно, милостью Божьей, поэтому ее новую книгу надо читать, уж не так много у нас книг на русском языке, написанных таким русским языком, поэтому это просто блистательно, это надо читать и наслаждаться. И, Лен, расскажите нам все-таки про ключ Громовой, это имя новое для нас, Наталья Громова человек очень неординарный, может, несколько слов, я думаю, что надо и про нее сказать, она специалист по Серебреному веку, вообще-то, филолог сама, которая занимается Пастернаком, Цветаевой, Ахматовой и так далее, и окружением, а вот художественная ее проза это отдельная совершенно часть, Леночка, расскажите, пожалуйста. с большим удовольствием, это тот случай, тем более, когда художественная проза и вот род ее занятий, о которых вот сказала Екатерина Леонидовна, тесно совершенно сныкаются. Наталья Громова, она филолог-архивист, то есть как, она работает в музее Цветаевой, она замдиректора музея Бастернака, она уже много лет, ну там уже последние лет 15, наверное, занимается тем, что, по сути дела, воссоздает, вот реанимирует архивы о литературном быте Москвы, не только о литературном быте Москвы, то есть она, как бы так вот, уходящую эту самую натуру, прямо говоря, спасает. Она находит людей, как в домах, в домах, в которых хранятся уникальные совершенно дневники, начиная там с конца 19 века, 20 век, послевоенные и так далее, и так далее, и так далее. Эта книга о Москве, она вот уже сейчас, можно сказать, о посчетовавшей Москве, о Москве, которая еще, может быть, там 10 лет назад можно было сказать, что она уходящая натура, а сейчас уже ее, по сути, пошедшая, ее, по сути, дела нет. Это дневники, это восстановление архивов и дневников Даниила Андреева, Дома Добровых на Пречистинге, если здесь вообще вот, если москвичи и знают, Махатовская история, то есть там история там семьи Луговских, история Марины Цветаевой, Московская. Она нашла Марию Белкину, которая написала книгу «Скрещение судеб» о семье Цветаевых, о Марине, и если бы не Наталья Громова, то этой книге просто не было бы написано. Эта книга, она уникальна тем, вот почему она в шорт-листе премии «Русский букер». Казалось бы, «Русский букер» дают за роман, а я вот вам тут все рассказываю для мемуары и архивы. Потому что это книга, где по сути главный герой она, то есть героиня, которая закончив филфак МГУ, как многие вообще в нашей профессии. Мы же заканчиваем, когда факультет филологически-гуманитарный, мы не очень знаем, чем мы будем заниматься. Дальше как складывается жизнь. Кто-то преподает, кто-то там издательство, кто-то начинает просто писать и прочее. И она тоже долго искала себя. Но так сложилась жизнь, она стала невесткой сына одного из наших известных поэтов на какое-то время. И поэтому она погрузилась в такие вот все вот такие семейно-архивные дела. И она рассказывает о том, как она начала этим заниматься, находить вот эти семьи стариков, недоверчивых, в которых сохранились просто золотые запасы вот таких вот совершенно неосвоенных текстов. И это ее занятие стало тренировать ее как личность. Она не только профессионально сложилась, поняла, что вот это вот ее, хотя она еще и драматург, и там как бы, так сказать, у нее всякие литературные сюжеты. И она стала заниматься именно этим и выстроила и свою биографию, и свою личность. То есть вот подлинность какая-то вот этих людей, которые пережили просто колоссальные какие-то вещи, ну там, я не знаю, последние, откуда она вот нашла такие интересные дневники, это семья Аболинских, которые вообще никого в архив не пускали, не хотели. И эта книга, вот когда она сейчас попала в шок-лист премии «Русские Букеры», там были как бы какие-то такие дебаты и сказали, ну как же это все-таки не вполне роман. И вот Денис Драгонский, книгу, которую мы сегодня мы тоже, о которой скажем, и которую член жюри, он сказал, что это как-то интереснее любого романа. Но это вообще интересный сейчас момент, что очень часто тексты, связанные с мемуарами, с биографией, с некой подлинностью, они берут на себя функцию романа. Почти нет сейчас семейных романов, очень мало таких сюжетных. И по этим я еще объясняю большой интерес мемуарах, биографии. Наверное, вы это подтвердите. Да, я хотела бы тут очень хорошо, все-таки, аннотацию, кусочек прочитаю, потому что «Ключ, последняя Москва», книга об исчезнувшей Москве, которую можно найти только на старых картах и о времени, который никуда не уходит. Это действительно очень здорово. Да, и это вот ее как бы такая установка по жизни, потому что на самом деле она издала книги «Странники войны», о детей писателей там в чисто были на войне. Она издала огромный дневник и биографию Лидии Лебединской. Она издала две книги о литературном быте 30-х, 40-х годов. Именно о литературном быте, когда, так сказать, писатель существует не только в учебниках и не только в своих произведениях. Они там живут как-то. У них есть там, я не знаю, свои какие-то страсти вокруг там Лаврушинского переулка или переделки или вообще или чего-то. Как это все создавалось? Это все очень интересно. Вот она такой будет описать. И вот, кстати, говорили, ну, может, не так планировала, но вот Анна Матвеева 9-90-х тоже финалист премии «Большая книга». Расскажи нам, что ли? Ну, тогда, чтобы как-то немножко сжать время, я даже скажу вот про эти две книги, да, Сергей Жигунов 93-й год, Сергей Шигунов и Анна Матвеева 9-90-х. То есть мы сейчас имеем дело с таким, по сути дела, феноменом, то, с чего я начала, да, когда вот тоже вот 90-е годы требуют какого-то осмысления. Уже нужно вообще вспоминать, как это было. И если Сергей Шигунов написал конкретно о 93-м году об этой трагической истории в начале октября, да, как раз в прошлом году был 20 лет в юбилей, когда там обстреливали Белый дом и, по сути дела, была гражданская вода в Москве, он написал об этом роман, вспомнив об этом, когда, ему было тогда 13 лет, он совсем молодой писатель, в общем, и два за 30. То есть это уже пришло время об этом писать такой роман почти исторический. А Анна Матвеева она вообще писательница из города Екатеринбурга и, может быть, вы знаете это имя, потому что она, не побоюсь сказать, прославилась, когда самая первая написала роман «Перевал Дятлова» вот про ту самую странную историю, которая до сих пор не разгадана, которая произошла на Урале, когда там несколько человек, студентов, пошли в Уральские горы и пропали бесследные, потом нашли их, весьма мягко выражая странное состояние и там самые разные были версии, что это там инопланетяне, что это что-то там идеологическое, что это там что-то еще и так далее. Год назад об этом было много по телевизору рассказов. Но эта книга другая, это книга сборник повестей и рассказов про 90-е годы и причем именно в Екатеринбурге, то есть там называется некий город, это художественная проза, это не то, что там какие-то эссе, лечек, это рассказы, но там угадывается город, а это очень интересный город. У нас недавно вышла книга Алексея Иванова, автор Йогург, он спробил там и так далее под названием Йогург, где он объясняет название этой книги, что это был уже не Свердловск и еще не Екатеринбург. Ну вот примерно об этом же пишет вообще Анна Матвеева, что в начале 90-х годов, 90-х годов, которые были приняты называть лихими 90-ми, это действительно был какой-то город в каком-то совершенно диком подъеме, когда там не только физически, практически, так сказать, да, но и там были интереснейшие рок-музыканты, художники, писатели, вообще Екатеринбург это в каком-то смысле там какая-то радиация, что-то выше, я не знаю, она треть стоит, но кроме всего прочего там дикое количество талантливейших писателей, ну как бы Алексей Иванов он пермяк, но тем не менее он написал об этом городе тоже, это вот Сажа Анна Матвеева, это Игорь Саркновский, это Валерий Исхаков, и это в конце концов автор книги, которая в прошлый год получила большую книгу Сергей Великур, книга Левед Кумилев, сын Кумилева, а Левед Кумилев, вот тут до меня выступал Горбер Гонокстаева, говорил о книге о Николае Кумилеве, отце, а вот а что он написал это? Ну а раз мы заговорили о биографиях, о любимой книге этого года, можно? С большим удовольствием, с большим удовольствием, потому что эта книга называется «Соломон Волков в диалоге с Владимиром Спиваковым». И я хочу подчеркнуть, что здесь два имени, абсолютно как бы то, что называется «Конгениальный друг другу», потому что Соломон Волков, как вы, наверное, знаете, автор просто биографии бестселлеров, он, по сути дела, сам, он, по сути дела, сам выдумал некий жанр, в котором работают, который называется «Диалогия». Ну, то есть, конечно, у нас был Керман там и Лени Матфей, и даже когда. «Диалоги с Бродским», «Диалоги с Шостаковичем», и весь «Диалоги с Болончиным». Почему со Спиваковым? Уже вопрос, почему, как бы немножко странный, потому что Спиваков замечательный, прекрасный музыкант, вообще просто выдающийся скрипач, дирижер и прочее. Но эта книга такая особенная, потому что Соломон Волков и Владимир Спиваков, оба тоже питерцы, они учились вместе, вот в этой специальной музыкальной школе для одаренных детей в Петербурге. То есть, Соломон Волков тоже скрипач, то есть, он вообще знает, о чем спрашивает Владимира Спивакова. Но, значит, Владимир Теодорович стал у нас великим скрипачом, дирижером и так далее. Соломон Волков, который достаточно рано уехал в Америку вместе со своей прекрасной женой и фотографом Арианной Волковой, он вот стал литератором, писателем. И эта книга, вот то, что они знакомы с 15 лет, она придала ей совершенно такой особый какой-то вкус, аромат и теплоту, потому что они вспоминают вот об этом времени, потому что мама Владимира Спивакова плакальница, познакомились родители его эвакуации. То есть, вообще все вот эти вот послевоенные как бы такие годы, Петербург, который, Ленинград тогда, который был просто разорен, и все было очень так трудно, и эта семья эти трудности переживала, вот этот отдаленный, этот мальчик там и так далее. Потом Москва, здесь уже центральная музыкальная школа, педагоги. И эта книга, в чем еще ее ценность и интерес, она не только об этом, не только о музыке. То есть, здесь Петербург раскрывается совершенно удивительным образом, он он интеллектуал, он боксер, ну так сказать, спортивный очень интересная такая деталь, а там целые главы посвящены о том, что он читает и круг чтения получает какой-то совершенно феноменальный. Допустим, там, Мирак Амарташвили, современный писатель Михаил Шишкин, он наизусть читает стихи и вообще такое богатство вообще вот этой личности вот с такой вот очень теплой нотой. Да, я хотела сказать как раз, когда Владимир Феодорович был у нас на воздвиженке на презентации, ушел с кипой книг и стихи действительно читал совершенно замечательные наизусть. Что мы еще? А книги все купил редакции Елены Шубиной совершенно точно. Да, его не настраивало так. Мама один вуз. Ну нет, он чтет, конечно, просто я все время посылаю какие-то нарии. Ну, может быть, мы тогда, если мы заговорили, про Бухера, вот скажем еще про две книги, вот которые там Владимир Шаров и Виктор Ремезов. Тем более, Виктор Ремезов это получили вчера и вот я сейчас попросила просто выложить эту книгу сейчас, просто вот чтобы вам показать. Но это очень такой случай тоже приятный для меня, потому что вот когда в Шок-Приз такой престижной премии попадает автор совершенно неизвестный. Это говорит о том, что все-таки в этих самых премиальных циклах и все читают, стараются открывать новые имена и так далее. Это очень ценно. Эта книга, она, я бы не могу сказать, уникальную тему, прежде всего своей темой, она очень хорошо написана. Прежде всего своей темой все происходит в далеком таежном поселке. Автор москвич, автор кончил келпак и журналист. Это не то, чтобы как бы так сказать это сам. Но он такой путешественник и очень любит там бывать в тех краях. Это такой современный по сути дела экшен. Вообще совершенно в нашей литературе вещь такая неосвоенная. Во-первых, очень много сейчас прозы все движется вокруг или садового кольца или метского проспекта, такого понятия, как там провинциальная проза, деревенская как-то все меньше и меньше. Я имею ввиду не людей, которые оттуда, а как некая тема. То есть в этом самом поселке Таежном, где живут то, что называется по понятиям, по своим законам, значит местные жители ловят или как то называют охотятся на соболя, значит в сезон там запасают там красную игру и каким-то образом ее, милиция как бы тоже в пределе, все у них там схвачены и так далее, все-все довольны труд-трудом, знают, что можно, что нельзя, а параллельно туда еще приезжает человек богатый из Москвы, который разочаровался и хочет таким вот, ну то есть такой Генри Тора, жизнь в лесах и оставили в одном флаконе. И весь этот мир, весь этот порядок нарушается, потому что кто-то кому-то не угодил, к нему приезжает из центра, амон там начинается как перестрелка и прочее. То есть сочетание вот этих двух тем, когда это все построено по манере такого западного экшена, триллера такого почти, и вот эти вот прекрасно написанные все эти какие-то таежные просторы, снега, леса, очень интересные характеры, вот эта книга попала и в шорт-лист большой книги, и в шорт-лист букера, хотя я говорю, это вот тот случай, когда автор, автор у него входил, маленькая книжка до этого разгаза, но в принципе он совершенно неизвестный, я очень, я тоже ей увлеклась и вот как-то вот так вот ее решила издать. Книга в магазин «Москва» ходят люди, я знаю, очень не случайные, просвещенные, интеллектуальные и так далее, и поэтому я так думаю, что этот автор кому-то здесь хотя бы известен. Владимир Шаров автор таких очень странных, ну, можно сказать, исторических романов, но не в традиционном смысле слова, но если так очень прямолинейно, но можно сказать, альтернативной историей. Все у него перевернуто абсолютно с ног на голову, совершенно, но не так, что вот кто было бы, если бы, нет, не это. Он просто рассматривает его вообще, историк, который занимается так серьезно, занимается профессионально, смутным временем и там, Иваном Грозным, но в художественной прозе, его любимый период, о котором вот как бы вложиться в основу его романов, это вот там канун где-нибудь там Первой мировой войны, революции, после революции. Любимая его такая вот как бы теоретическая мысль о том, что вся вот эта вот значит, идея о том, что революцию совершили там немецкие шпионы, и все это как бы было заверховано и придумано извне, он совершенно с этим не согласен, потому что он накладывает все, что происходило тогда на такую евангельскую эскатологию, на вообще, так сказать, на Верхий Завет, что это все было в корнях вообще как бы такого русского какого-то самосознания, там, что из этого получилось, это уже как бы другое дело, но что это очень как бы такие русские дела. Но это такой разговор серьезный, а книжки-то его читаются просто порой говорят, что автор почти сумасшедший, потому что он придумывает совершенно немыслимые вещи, оторваться невозможно. Например, вот в этой книге, которая называется «Возвращение Египет», это такой семейный роман в письмах, семья это потомки Николая Васильевича Гоголя. Мы знаем, что у Гоголя не было детей, но я имею в виду там такая боковая линия. И начиная с 19 века, вот уже после смерти Гоголя, и все это заканчивается уже сейчас, 60-е, 70-е годы 20 века, значит, вот эти вот люди, эта семья, собирается ставить репизор, читает вслух «Мертвые души», то есть Гоголь постоянно присутствует в их жизни. И есть такая странная идея, которая испорезует собственно как главный герой, что если бы Гоголь дописал второй тон «Мертвых душ», то все в России повернулось бы иначе. Ну, первый тон «Мертвых души» мы помним, это как бы такой вот ад российский, да, второй тон задумался как рай в России, и у него это не получилось. Мы помним, как там умер Гоголь, там вообще, как бы все это было. Вот. И, ну, и все это на фоне тоже всей вообще этой истории страны, этот суд, если считать, что там с 14-го года получали по 70-е, понятно, как герой проходил все эти вещи. Ну, в общем, такая вот, надо сказать, что у него группа таких фанатов, поклонников, которые даже вот собирают, я не говорю, это уже ушарова, вот так, по тому же типу, как вообще вокруг собирались, как у Гоголя, точно так же вот собираются люди, анализируют его книги, вот так вот разбирают и так далее. Самый безумно интересный человек, я с ним ездила там по всяким там этим весам, да, нашим городам, встречи с читателями, с библиотеками, это все просто полное упоение. Его с большим удовольствием переводят такие директуальные издательства на Западе, вот, и вот сейчас он тоже у нас и шок листей, и букер, и большой книги, я очень надеюсь, да, ну, вообще я за всех болею, конечно. Ну, я хочу сказать вот еще, чтобы я рекомендовала тем людям, кто любит красивый литературный стиль, вот шок для них. Это потрясающий стилист, просто, это его стезя такая, это не нынешний немножко рваный такой присущий многим современным прозаикам стиль, а это такое богатое, цветистое, даже я бы сказала, слово вот. Ну, да, да, да. На вашу смотрю. Да, пожалуйста, с удовольствием. Нет, я просто, если на случайную книгу увидела, что это ваше издательство, спасибо. Да, да. А вы не могли про него рассказать? Конечно. Я читаю, допустим, сейчас «Святой против льва», а потом я смогу. Ага, во-первых, я сейчас, тогда вас очень порадую, если вам понравилось «Текст израиля», первая его самая книга. Нет, я вытубы. Нет, я понимаю, я просто хочу сказать, он, вот вы прочитали «Святой против льва», это тема Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский. Ну, понятно, что это очень сложная тема, учитывая отношения Ильвана Николаевича с церковью. А он что более историк? Нет, он литератор, но он Толстым занимается уже совершенно профессионально. Литература вед. Литература вед даже, да, скажем так. Ну, у него просто еще и проза какая-то есть, но литература вед. И первая самая его книга, вот, в линейке, вот, Толстого, скажем так, это «Лев Толстой. Бегство Израиля», которая получила большую книгу три года назад. Это было, конечно, событие, потому что, ну, как бы, казалось бы, уже толстовидели такой огромный, что там вообще еще можно сказать. Книгу полюбила, она имеет прекрасные тиражи. И все. Вторая книга была то, что вы читаете, Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский. И я вас поздравлю, вот уже он закончил, издал мне книгу, Катерина Леонидовна, Наташа, будет уже в начале года, он написал книгу «Альбель Горичи Толстого». О самом таком трагической фигуре среди всех детей Толстого. Потому что, как бы его назвали, как отца, тоже Лев Толстой, поэтому, как бы, это всегда был какой-то такой момент. И он был тоже очень литературно одарен. То есть, не тоже, а литературно одарен. То есть, если бы он не был сыном два Толстого, он бы состоялся как достаточно большой писатель. А что касается этой книги, что у вас, эта книга уже такой вот сборник литературных портретов, частью они публиковались в периодике, где, ну там, начиная с Тургенева и кончая Борисом Рыжем, Виктором Белевиным, Павел Валерьевич, Павел Басинский, он тоже вот прекрасный, совершенно стилист. Он умеет так писать о серьезных вещах, о литературе ведения. Так что, ну, любой великорист может позавидовать. Да, и там такая нить проще «Скрепачь не нужен» называется. Помните, откуда это название? Басинский «Скрепачь не нужен»? Это из фильма «Кинзадза». Я никак не могла это запомнить. Он мне все как говорила. Это такая историческая нить, которая протянута сквозь всю русскую литературу, своеобразный такой, ну, вот, что ли, ну, учебник не скажу, но вот не просто сборник, кстати, потому что там все-таки идет такая нить, которая проходит через сквозь сутки всех писателей, которых он выбирает. Да, и тут, пандам этому тогда спасибо, Катерина Геонидовна, это очень правильное уточнение, потому что сейчас вот у вас на воздвиженке есть замечательная выкладка литература учили не по учебникам. Видимо, так действительно достали очень многих вот этим таким нудным изложением истории литературы в учебниках, что сейчас эти книги действительно пользуются очень большой спросом. этой матрицы, литературной матрицы, которую издал «Инбус Пресс» издательство, где известные писатели пишут об известных писателей. Скажем, там, Битов, Алермонтове, скажем, Кабаков, Абунине, Шергунов, Афелевине, нет, Агребоедове, прошу прощения. Наоборот. И вот эта книга Павла Басинского, которая здесь вот стоит еще вот прямо перед вами, книга Дениса Драгунского, отнимать и поглядывать, это вот такой вот нетрадиционный, неучебный взгляд на русскую литературу, а такой вот, вот такой вот даже, если угодно, совершенно с другой какой-то стороны, ну, прежде всего, со стороны своей, так как об этом пишут писатели, они же свой взгляд, они, вот так. Дорогие друзья, у нас проходит встреча из цикла о книгах из первых уст, у нас в гостях Елена Шубина, создатель новых имен в литературе, которые потом становятся нашими кумирами, получают литературные премии, главный редактор издательства Елены Шубиной, мы вот часть книг уже о многих книгах рассказали, ну, и еще раз, может, мы так кратко пройдем, еще раз напомним, про те, которые не сказали, и... Тем более, что, знаете, времени у нас уже как бы, да, мало у нас, следующий замечательный человек, издатель. Я просто тогда их как-то буду немножко объединять, чтобы было быстрее. Например, вот Варламова, можно мне книжечку, да? У нас в этом году столетие с начала Первой мировой войны, да, 14-й год, очень много было разных публикаций, интересных, таких, научных, что ли, да, очень много книги прекрасные. Вот я смотрю, вот там, кстати, сегодня много говорили о Гумилеве, обратите внимание, там лежит на полке, я даже не знаю, кто издатель, Гумилев на войне, огромный большой том, замечательный, очень интересный. А, значит, вот две книги мои художественные. Это, значит, у нас Юрий Арабов, ну, совершенно такая культовая фигура в нашем кинематографе, он сценарист всех вот этих фильмов Сокурова, очень многих, да, почти всех, не только Сокурова, но вот Сокуров, как бы его главный такой вот режиссер, но он еще и поэт, и прозаик, и вот эта книга, как раз, «Волгновение с бабочкой», она, вот это уже такая альтернативная, как бы, история, достаточно забавная, но очень серьезная внутри книга, о том, как, значит, как бы произошло, если бы, в данном случае, как бы произошло, если бы Владимир Ильич Ленин и Николай Второй встретились бы лично, нашли бы там какой-то компромисс, и как бы все, очень грубо, конечно, я это пересказываю, очень, просто книга блестящая. И Алексей Варламов, а, да, да, и Алексей Варламов, это и филолог, он как бы такой, все на свете, и филолог, и прозаик, профессор МГУ, автор книг, уже книг в ЖЗЛ об Андрею Платонове, об Ургакове, о Грине, и Алексей Толстом, Алексей Толстом, да, самая, самая даже, может быть, его лучшая биография книга. В общем, вот если подарите «Поки ЖЗЛ», там много его книг. И, вот, не случайно я сказала, последнее назвала или не успела Распутин, потому что это книга, которая тоже, вот, его как бы художнический дар автора и его большие познания, так сказать, филологии, все сведено вместе. Книга, которая тоже канун, вот канун начала Первой мировой войны, как там, до какой степени там вообще, как бы все переплилось, и как вот Россия жила вот на грани, вот перед этим всем взрывом, да, и там есть и художественные персонажи, выдуманные, и есть герои, в которых угадываются, тот же Распутин, Роза, но так далее. Там фигура Распутина, тут особенно яркая, сразу понятно, что он много этим занимался. Ну, и если я уже упомянула имя, значит, Платонова, Алексей Варламов, администратор книги о Платонове, то я не могу не сказать про эту книгу, тем более, что я там не только издатель и публикатор, Андрей Платонов, «Я прожила жизнь», это первое издание всего апостолярного наследия Платонова, всего, что выгодно на сегодняшний день. Эта книга действительно имеет мировое значение как бы во всем мире, но я имею в виду среди словистов, естественно, и так далее. Книга, которая представляет такой потрясающий контекст к его художественным произведениям, что после этого перечитываешь и понимаешь многое иначе. И о чем я еще не сказала? В книгах. А, да, вот-вот-вот-вот. Эта книга тоже одна из моих любимых книг. Вот тоже я говорила о Викторе Ремезове, что, в общем, как бы, так сказать, фигура не очень известная, но которая, я считаю, большое будущее. Евгений Чижов, «Перевод с подстрочника». Да? Это тоже в шорт-листе премии «Большая книга». Сейчас еще в шорт-листе «Ясная поляна». Сюжет, коротко. Значит, московский поэт отправляется в одну из среднеазиатских республик, ну, угадывается там все на свете. Называется это, конечно, «РП Стан», это может быть что угодно. Потому что он, значит, подвязался переводить стихи местного диктатора. Он еще там пишет стихи и прекрасные стихи, кстати. И вот погружение русского поэта вот в этот восточный мир, сложный, сладкий, страшный, даже там все вот такие, тоталитарные все эти вещи имеют такой восточный акцент. Он очарован и влюбляется в этот мир. Он переводит эти стихи, стихи потрясающие, их сочинил сам автор, они даются здесь в книге. Заканчивается все трагически. Ну, то есть, если опять же напоминать и говорить о том, что на что похоже, похоже, наверное, это на Камю, вот эти его арабские романы, да, с арабскими сюжетами. На Туркменские дневники того же Платонова. Вот, наверное, да, но предварительно на итоги Трифонова, наверное, вот так вот. То есть там здесь сюжет, где европейский человек как бы пытается понять, проникнуть в такой вот восточный мир. Ну, я еще, знаете, что хочу? Хочу показать, вот что нас ждет впереди. Три замечательные книги, которые вот прям вот уже будут вот-вот в магазине. Москва. Людмила Улитка, называется книга-поэтка, Наталья Горбоневская, книга памяти. Эта книга по типу, как вот, недавно выходила еще в детстве 45-53, то есть эта книга написана и Улитской, и другими людьми, которых она в эту книгу включила. То есть в ней и воспоминания Натальи Горбоневской, и как бы, так сказать, ее собственные тексты, и написанные в Улитской биографии. Напоминать, конечно, не надо, она прекрасный поэт, и в 68-м году отречилась тем, что, протестуя против ходов войск в Чехословакию, вышла на площадь с Каляской. Людмила Улитская будет у нас с этой книгой. Обязательно. Уже все договорились. Обещала нам быть. Обязательно. Она это подтвердила, конечно. Вторая книга из серии Татьяна Толстой «Невидимая дева», я о ней сказала. И блистательная книга Дмитрия Выкова. Это его новые стихи и так называемые «Письма счастья», вот эти политические памфлеты, которые он, значит, печатает там в новой газете и, по-моему, в других тоже изданиях. И плюс к этому еще он еще очень хороший переводчик. Это новый перевод, такая адаптация, я бы сказала, для Русского театра школы Жон Мальвера, который специально перевод для Олега Павловича Табакова. Это будет вот на сцене, соответственно, МХАТа. И последняя книга, которая тоже будет очень близко, у нас скоро ярмарка на фикшн, мы много книг выпускаем новинок, называется «Станция Переделкина поверх заборов». Но интерес к литературному быту, он как бы понятен и известен, Переделкина, мы все знаем, это писательский городок, который там с 35-го, что ли, года, по-моему, существует, да, и поэтому все, как бы, эти судьбы уже по всем мемуарам разошлись. Автор, уроженец этого самого Переделкина, потому что он сын известного как дата писателя Павла Нилина, наверное, вы видели такие испытательные сроки, жестокость, вот эти вот фильмы, вот он его сын, и поверх заборов, потому что, если там для кого-то это там вот Фадеев, Чуковский, это там гиганты нашей литературы, а для него они были там дедушки и отцы его друзей по Переделкину, там, я не знаю, внук Чуковского, Чукер, там, Шунчик, там, скажем, сын Фадеева и так далее, и поэтому она имеет такой вот очень какой-то теплый характер и без такого вот какого-то пиетета. Симпатичная очень книга. Спасибо. Дорогие друзья, Леночка, спасибо огромное за такой подробный рассказ. Выбирайте книги. У нас был выдающийся... Я бы начал с книги Первая мировая война британского истории по Максу Христингсу. У нас есть в издательстве такая важная важная вещь, как контрольное чтение. То есть, после того, как книжка уже прошла такую некую издательскую носорубку, да, когда все сверстано, отредактировано, откорректировано, сделан дизайн, обложка. То есть, книжка готова к типографии, к отправке. Кто-то из редакционного совета берет ее на... почитать вот в последний раз. Ну, найти какие-то несуразности, там, грамматические ошибки, просто непонятные правды. И вот эту книгу «Первая мировая война» я читал несколько месяцев назад, как раз в разгар бомбардировок Донбасса, Израиля, каких-то осложнений в Афганистане, Сирии, Ираке. И мне казалось, что то, что мы издаем, это уходит куда-то в пустоту, потому что люди вообще не мучатся ничему. То есть прошло сто лет с начала Первой мировой войны. Война унесла миллионы жизней. И через несколько десятков лет произошла вторая глава войны. И я очень надеюсь, что британскому историку Максу Хейтингсу не придется писать никакого труда под названием «Третья». Очень надеюсь. Вот. Теперь о самой книжке. Британский историк Макс Хейтингс, сэр Макс Хейтингс, автор 24 книг преимущественно о войне. Он сам участвовал во многих конфликтах как военный журналист. Достаточно долго, в нескольких десятках его больше 10 лет был главным редактором ДДЛ и Телеграф. Очень авторитетный историк в Англии, ну и вообще в Западном мире. Эта книга называется «Первая мировая война катастрофа 2014 года». В книге основное внимание наделяет начал. начало Первой мировой войны и ее основному самому страшному году, 14-го. Здесь очень много о дипломатических переговорах, о самих военных действиях, о передвижениях войск, о толовом снабжении, о том, что происходило на всех фронтах. Но в то же время мне кажется, что главная изюминка этой книги в том, что Макс Христинг приводит сотни свидетельств простых людей, которые существовали в это время. То есть здесь очень много личных дневников, каких-то мемуаров, записок, публикации в газетах того времени, воспоминаний. Это вот действительно живой голос человека, который попал в эту носорубку, попал в этот ад и действительно высказывает эмоционально, без всякой цензуры, свои мысли. В принципе, Макса Христинса это есть во всех книгах. Мне вот кажется, что то, что он, кроме того, что историк, еще и журналист и достаточно эмоциональный журналист, это придает очень такую эффект присутствия в книгах. Конечно, эффект присутствия на войне это не то, что нам хотелось бы, но тем не менее ты действительно ощущаешь, что происходит вокруг, о чем пишет Христинс. Кроме того, мне кажется, опять же, интересно, что он, как британский историк, что не характерно для, например, русско-исторической школы, опять же, он очень эмоционально и часто очень жестко отзывается о тех людях, которые правили в это время странами и правили армиями, то есть он совершенно не стесняется, он не корректен ни по отношению к британскому правительству, ни к российскому царю, ни к французам, ни к немцам, никому. То есть он критикует всех, и это вот тоже некая ценность этой книги, потому что в общем в нашей культуре история немножко по-другому развивалась, она менее эмоционально, более академично, так скажем, вот эта книга, как и собственно вторая его книга «Вторая мировая война», эта книга действительно очень популярна, это не академические издания, их может читать любой человек без исторического образования, она действительно даст и понимание того, что происходило в этих войнах, ну и как бы ощущение, что этого делать больше не стоит. Я плавно перехожу «Вторая мировая война» Ну я просто хочу с своей стороны тоже сказать, Павел, вот у нас в книжном магазине к Первой мировой войне, поскольку, ну так освещалось событие очень, юбилей, памятная дата такая, она освещалась очень обширно и много было изданий, но это, конечно, самая эмоциональная, самая масштабная работа, и мы действительно можем ее абсолютно так с полной уверенностью рекомендовать как лучшую книгу о Первой мировой войне, которая в магазине у нас появилась. Спасибо за такую рекомендацию, да, мне так тоже кажется. Я перехожу к книге о Второй мировой войне, Вторая мировая война «Ад на земле» того же автора. Собственно, здесь же, на мой взгляд, те же очень серьезные плюсы. это масштабность видения войны, плюс вот эти эмоциональные всплески и огромное количество живых свидетельств от военных, от гражданских. Здесь, в том числе, довольно часто приводятся какие-то записи, публикации Гроссмана или Еренбурга и так далее. То есть, он как бы им доверяет источникам вполне. Книга жесткая, книга, опять же, нехарактерная для нашей исторической науки книга, поднимающая проблемы, которые в СССР и России в общем традиционно замалчивались. Это проблема ну как бы варварского поведения наших войск на территории освобождаемых стран. Это проблема убийств, разнасилований, мародерства, которые, собственно, делали не только наши, конечно, солдаты, но и французская армия, он пишет об этом. Но при этом, при всем, при критике, при критике руководство, особенно в первые годы войны при критике, там, ставки Сталина в 41-м, 2-м году, когда, действительно, люди с одной винтовкой шли на пулеметы, тем не менее, Макс Христинс считает, что на долю СССР пришелся самый страшный удар, СССР его выдержал, и именно СССР победил фашистскую Германию. Хотя, я повторюсь, что в этой книге люди, которые свято верят, что среди наших солдат были только герои, они, в общем, будут шокированы некоторыми вещами, о которых пишет Макс Христинс. Кроме вот этого, мне кажется, ценность этой книги в том, что она дает очень широкий взгляд на войну, потому что мы, в общем, даже те, кто учился истории профессионально, больше занимались, конечно, отечественной историей, вторым фронтом, да, ну, может быть, немножко высадка десанта, там, в Нормандии, да, открытием второго фронта, восточный фронт, это прежде всего. То есть, мы знаем много о Курской Турке, о Сталинграде, о блокаде Ленинграда, но мы очень мало знали, а, может быть, даже и не знали совсем о том, что война все это время шла в таких странах, как Бирма, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, какие-то малоизвестные, там, Соломоново или Маршалово острова. Война шла по всему миру, действительно. И вот здесь у Христингса дается такой вот взгляд, который дает некое понимание, что эта проблема была там не только столкновением с СССР и Германией, или там союзников и Германии, с Италией, да, война шла по всему миру. Опять же, на мой взгляд, некое очень серьезное предостережение всем нам, чтобы это никогда не повторялось. Вот одна из книг последнего времени, это книга профессора медицины, педиатра с 35-летним опытом, Марка Вайсблута, «Здоровый сон, счастливый ребенок». Ну, я бы назвал это действительно такой вот энциклопедией настоящей сна, потому что здесь описаны все проблемы, которые могут возникнуть у молодых родителей или немолодых родителей с ребенком. Здесь написано, как уложить малыша, как малыша разбудить, когда ему надо спать, что такое утренний, дневной и ночной сон, сколько должен длиться сон, какие есть особенности сна у детей с какими-то нарушениями развития. При этом же, рассказывая в основном о сне, Марк Вайсблут постоянно обращается к вопросам и кормления ребенка, и игр. Это, по сути, книга такая незаменимая для родителей, на мой взгляд. Тем более, что основная ценность этой книги, что Марк Вайсблут дает очень подробные рекомендации по каждому возрасту. То есть, книга разбита на разделы, где совершенно четко, понедельно написано, как приучить ребенка в трех месяцев, в трех лет или в восьми лет к нормальному сну, сколько он должен спать, когда он должен ложиться, когда его надо будить и как его будить. То есть, я его действительно рекомендую. Это потрясающая книга. Я, честно говоря, лучший по детскому сне не знаю. И на Западе Марк Вайсблут считается специалистом номер один вообще по детскому сну. Я очень рад, что мы эту книжку выпустили и уверен, что она поможет всем вам, у кого есть дети. Вторая книжка детского родительского сегмента, вышедшая у нас, вот буквально только-только, это Трейси Хох, «Чего хочет ваш малыш». Книжка скорее рассматривает не медицинский, а психологический аспект. Все мы, конечно, хотим быть замечательными и лучшими в мире родителями, но часто мы не знаем, как. И самый главный вопрос, когда ребенок рождается и не умеет говорить еще, самый главный вопрос, как его понять, почему он плачет, почему он, не знаю, совершает какие-то движения, почему он не может заснуть. То есть очень важна коммуникация с ребенком до того, как он начал говорить. Если он ничего не говорит, нам иногда кажется, что как бы его и не поймешь, да, ну а как бы можно понять, если он молчит или, не знаю, орет. Трейси Холк считает, что как раз плач, движение ребенка и гуление это его язык и есть. И она, собственно, об этом языке рассказывает. Когда читаешь эту книжку, она, кстати, в западном варианте называется «Заклинательница детей», «Заклинательница малыша», то есть «Заклинательница не стоит тот человек, который слышит», «Заклинающий». И такое впечатление, когда я читаю, что у Трейси Холк вообще нет вопроса, почему это происходит. Она знает у него ответ всегда. То есть она понимает, в каком возрасте и при каком типе личности ребенок хочет того-то, да, ориентируясь просто на какие-то знаки ребенка. Это вот очень важно, чтобы научить слышать вашего малыша, чтобы понять, что ему нужно, прийти ему на помощь, как бы, да, очень важно знать его язык. И вот, прочтя эту книгу, вы действительно научитесь понимать язык ребенка. Так, вот у нас еще есть ведь одна книга в этой серии, или нет, сейчас мы самую детскую тему бы как бы осветили, вот у нас здесь. Теперь мы... Это вот две книги, которые вышли в самое последнее время, и, как мне кажется, они достойны быть на полке каждого родителя будущего в том числе. Ну, вообще, надо сказать, Павел, мне кажется, что книги по детской психологии, они все-таки, вот и наш читатель сейчас стал и больше информации гораздо получать, и вот ваше издательство как раз этим много занимается, и читатель осознал необходимость этого иметь свою полку детской психологии в каждой семье. Ну, конечно, это необходимо, тем более, действительно, информации стало много только сейчас, и вот разобраться в ней, да, известные звезды типа там Сирсов, Файбер Мазлиш, но вот Марк Вайсбул и Трейси Хофф это звезды той же величины, рассудею, на Западе вот Трейси Хофф, например, более известна, чем Мазлиш или Сердце. Горазбулы. Значит, мы еще раз, мы встречаемся с генеральным директором издательства Альпина non-fiction, и мы уже рассказали вот вам сейчас, обращаем ваше внимание на две книги, которые посвящены детской психологии, очень важным ее аспектом. Книга о детском сне, потому что проблемы здесь, я не знаю, семьи молодых, где бы это ни было, и проблемы до малыша, который еще не начал говорить, чего хочет ваш малыш, как понимать его желания по языку жестов, плачу и так далее. Очень обе важные, интересные книги, обратите на них внимание, знакомьтесь с ними. Что еще расскажете, Павел, о чем нам? Давайте я вам скажу еще об одной такой объемной книге, которая у нас вышла. Это действительно уникальная совершенно речь. Повесть и житие Данила Терентьевича Зайцева. Данила Терентьевич, русский старообрядок, который родился в 59-м году в Китае, после того, как его старообрядческий род сбежал в Китай из России после революции. Я с ним познакомился на кухне у Петра Лешковского, тоже писателя, радиожурналиста, известного человека, путешественника. Мы пили с Петром чай крепкий, курили сигареты, а Данила Терентьевич в вышитой рубашке, самотканной, из бородища огромной, пил сбор из ромашки, потому что чай и кофе нельзя, курить тоже нельзя. И рассказывал о своей жизни. И он рассказывал так, таким языком, что вот действительно сразу захотелось эту книжку издать. Здесь надо сказать сразу, что книжка написана на старом русском диалектовом языке, то есть читатель поймет абсолютно все, но здесь очень много слов, которые не используются с 19 века, очень много слов, которые вообще звучат по-другому, построение фраз, другое. Мы изначально не хотели приводить вот эти вот тетради Данила Серенчевича в соответствии современному языку, потому что потерялся бы некий шарм. Красота, просто это же красота немыслимого русского языка старинного, который мы сейчас уже не слышим. Это как латынь, которая изменилась с времен Рима, так и здесь. это просто очень красивый, самобытный русский язык. И расскажите побольше немножко вот про суть жизни этой общины старообрядческой. Суть общины вот собственно я начал с того, что они после революции уехали из России в Китай, до 59-го года они жили в Китае, где собственно родился Данил Серенчевич. Но потом собственно из Китая они двинулись в поисках каких-то других мест, где бы их не трогали, им не приставали. И это оказалась Латинская Америка. Они начали с Болидии, потом переехали в Аргентину, были в Чили, в США. И даже в 2008 году у них была попытка вернуться в Россию. Тогда был подписан указ о возвращении соотечества. И они попробовали вернуться сначала в Белгородскую область, потом что-то у них там не получилось с чиновниками, они сбежали в Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае. Там попытались построить свою новую общину. Но к сожалению Россия их не приняла, не поняла. И вот на сей момент они вернулись обратно в Аргентину. Я надеюсь, что может быть при каких-то других обстоятельствах все-таки эта община, которая насчитывает несколько тысяч человек в Латинской Америке, она вернется на свою родину, потому что они все этого очень хотят, конечно. По сути, эта книжка, это такой вот, я не знаю, ее можно с одной стороны рассматривать как памятник филологии, памятник русскому диалекту, еще при живом русском диалекте, с другой стороны, это такая вот хроника семейная, огромная семейная хроника целого рода, собственно, больше, чем сто лет здесь рассматривается целого рода, с огромным количеством каких-то бытовых описаний, разговоров, деталей, там, история про то, как они покупали там, где-то в Техасе машину со сломанным мотором, все это описано очень подробно, описано подробное общение с чиновниками в 2008 году в Белгороде, описано даже Болотная площадь, потому что он был в 2012 году здесь, и вышедший на улицу, увидел целое море людей, об этом он тоже рассказывает, и все вот это вот я повторюсь на старорусском диалекте, то есть, ну, для меня вот эта вот книга настоящий русский мир, сейчас очень любят трепать вот это вот выражение русский мир, да, но для меня, если есть русский мир, то это вот это, это люди, которые живут в отрыве от Родины, но при этом не потеряли Родину. Павел, но мы вообще здесь очень мало все-таки знаем, что про старообрядцев, вот про сам быт, сохраняющийся традиции и так далее, это вообще феномен, конечно, то, что где-то в Латинской Америке люди полностью сохранили уклад 19 века, мы-то здесь не знаем об этом, и вот сейчас эта возможность появилась с тетрадями Даниила Терентьевича Зайцева, людям, которые интересуются русской историей, не только там, но и старообрядчеством, как частью ее неотъемлемой, конечно, эта книга, безусловно, очень интересна, ничего подобного, вот у нас 40 тысяч книг в магазине почти что, ничего подобного этой книги нет, то есть вы такой информации, как здесь, изложенной таким языком, нигде не найдете, это, конечно, вот такое уникальное создание издательства Альпина Нонфикшен и лично Павлок, потому что я вам обещала, что мы сегодня с вами встречаемся с людьми уникальными создателями, не просто которые находятся на службе, а которые живут этим, и вот как раз история создания этой книги, которую Павел рассказал, она тому свидетельство, вот из этого разряда найдена, как жемчужина, на кухню Петра Алишковского. Да, но я, кстати, хотел бы поблагодарить Петра Алишковского за то, что он помог нам эту жемчужину найти и поблагодарить Ольгу Равнову, которая помогла эту жемчужину огранить, потому что, вернее, огранят ножки, изумруды, алмазы, наверное, Ольга Равнова, старшая научная сотрудник Конститута русского языка Виноградова, и вот действительно она из вот этих тетрадей, написанных ручкой, по-моему, еще с яйцами, насколько я помню, она сделала что-то такое, вот действительно, что может читать современный человек, при этом не правя выражения, слова и вот этот уникальный диалектный русский язык, который остался здесь, который вы можете видеть, читать теперь, и на котором говорят, надо помнить несколько тысяч наших соотечественников в Южной Латинской Америке. Дорогие друзья, может у кого-то есть вопросы? Вы вообще вот это все планировали, что это будет такой живой диалог, если кто-то хочет спросить про книги, про само направление научно-популярной литературы, которое ведет Павел Подкосов как генеральный директор в издательстве Альпина, нон-фикшн, может быть, вас интересуют какие-то направления. Пожалуйста, не стесняйтесь, все это создано только для вас, мы специально здесь в выходной день вам посоветовать и помочь в выборе интересующих вас книг. Если нет, тогда переходим к следующей книге. Следующая книжка это Хантер С. Томпсон «Наших бьюд» «Кровавый спорт. Американская доктрина и водоворот тупости». Хантер Томпсон известен в России собственно как писатель, по роману которого снят фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе достаточно известный из Джонни Деппинс. Но кроме этого у него еще было достаточно много художественных книжек. И вот это вот одна из редких нон-фикшен книг. Хантер Томпсон создатель так называемой гонзо-журналистики. То есть журналистики отталкивающиеся от личности репортера прежде всего. То есть если до него в Америке журналистика была такая в общем скучная, такая вот какая-то приземленная, ну описывалась что-то, ну совершенно там не чувствовалось никаких эмоций, то Хантер Томпсон просто взорвал американскую журналистику и сделал ее совершенно другой, потому что в гонзо-журналистике придуманной им не существовало никаких авторитетов. То есть президента Соединенных Штатов можно было оскорблять с первой страницы до последней. Это один из принципов гонзо-журналистики, без авторитетов. В гонзо-журналистике журналист как бы встроен внутрь процесса и может говорить с точки зрения своих эмоций, с точки зрения того, что он видит и чувствует, с точки зрения своего личного опыта. Вот это вот особенно ценно, потому что если почитать аннотацию книжки, то вы сначала подумаете, что это колонки спортивные про американский футбол. На самом деле так и есть, но рассказывая немножко об американском футболе, Хантер Томпсон говорит о том, что его окружает в первую очередь. Это война, это Америка современная ему, это Буш и Клинтон, это нравы людские, это там его взаимоотношения с полицией, наркотиками, алкоголем, оружием и так далее. То есть вот все, что происходит в душе Хантер Томпсон, он вываливает в эти вот спортивные колонки об американском футболе. Получается, на мой взгляд, просто шикарно. Я могу специально выбрать маленький-маленький кусочек, чтобы вы поняли, о чем я говорю, когда говорю о гонзовой журналистике. Вот, например, там цитата о Буше и Клинтоне. Оба они продажны, потому что в этом суть американской политики. У обоих есть в семье официально признанный дурак, потому что если ты президент, то так и надо. Дурак нужен как громотвод для критики, который иначе обрушится на самого президента и понизит его рейтинги. У Клинтона таковым был Роджер, у Картера Билли, а у Линдона Джонсона брат был настолько чумовым, что его три года продержали в Белом доме в заперти, в семье не без урода. И при этом вот как бы так жестко критикую Америку, у нас бы, я думаю, что просто, да, человек уже сел надолго, так жестко критикую Америку, он остается настоящим американцем. И вот для меня это важно, что можно критиковать, при этом любить свою Родину, потому что если не критиковать, то, в общем, наши руководители просто собранцовеют, да, станут памятниками очень быстро. У них нет никакой обратной связи. Мы, поскольку не относимся к ГОНЗу, журналист, и имеем право уважать авторитеты, я не могу не прочитать два отзыва на эту книгу, написанную двумя блистательными писателями, Куртом Воннигут, вернее, не на эту книгу, а о самом Хантере Томпсоне, Куртом Воннигутом и Томом Волфом, оба классика. Значит, Курт Воннигут пишет о Хантере Томпсоне. Томпсон самый неистовый из представителей новой журналистики, остро реагирующий на все происходящее вокруг. Его блестящие идеи полны благородства и, несомненно, обладают большой ценностью. Его стиль это литературный эквивалент кубизма, неиспровержения всех существующих правил. И Томп Волф, есть два определения, к которым стремятся современные писатели, гениальный или скандальный, и оба в полной мере относятся к Хантеру Томпсену. Вот эта книга, которую вам... Если вы действительно хотите понять, что такое живая мощная журналистика, которая бьет прямо с таким вот огнем и криком, то читайте Хантера Томпсена. Ну, это действительно очень стильный и мощный и личный. Ну, и посмеетесь тоже. У него юмор потрясающий. А пока Павел выбирает следующую книгу, я еще раз напомню тем, кто только что пришел к нам, что книжный магазин Москва и издательство Альпино Нонфикшн представляют вам новинки Нонфикшн вот этого жанра научно-популярного. А вообще-то у нас сегодня проходит цикл встреч книги из первых уз встречи с самыми знаменитыми и авторитетными издателями. Спасибо.